Произошло, и слон здесь ни при чем. Прекрасно понимали. Хотя повод был. Это вот то, что произошло с Мариусом в Дании благополучно, не могло произойти, ну, например, в Израиле. Нонсенс, там бы весь Израиль на уши стал бы. Это не могло произойти в православной стране, не могло произойти в католической стране, в мусульманской стране не могло бы произойти. Ну, я не беру там Сомали какой-нибудь. Да, в приличной мусульманской стране это тоже. Но почему это произошло в Дании? Потому что вот в протестантскую мораль это достаточно хорошо вписывается. Все должно быть очень функционально, очень жестко, и правила должны быть выше эмоций. Это вот, кстати, ты же знаешь, что у нас все крупнейшие семьи, все самые богатые семьи России купеческие, они были из староверов. Рябушинские, Морозовы, Мамонтовы, потому что староверы, они как раз ближе к протестантам в этой морали. Почему Петру Первому так нравилась протестантская Европа? Ты знаешь, кстати, когда он приехал из своего великого посольства, Петр Алексеевич, юношей был, у него тетка какая-то умерла. И вот он стоит с ребятами, с кем он вместе рос, им лет там 19-20 что ли было, и он говорит ребятам, а и тут лежит в гробу тетка посередине комнаты, их оставили одних, он говорит, вот я сейчас в анатомическом театре изучаю анатомию, так здорово, вот идите сюда, откидывает покрывало, начинает резать тетку и рассказывать им. Вот смотрите, здесь вот, здесь у него селезенка, здесь почки, вот меня научили, смотри, а здесь вот у него сердце, а здесь предсердие и так далее. Ничего не напоминает? Напоминает? Напоминает, абсолютно. Там другие дети. Вот что такое Дания? Ну, например, в Дании нет свежей рыбы. Вот там нет рыбных рынков, они ловят рыбу, но они никогда ее парной не едят. Они ее сдают, замораживают и едят. Так положено. Я помню случай, когда мы пришли в гости, там несколько русских было, и крутилась собачка в спаниельке, такая симпатичная, и вот одна наша женщина жуткий поступок свершила, которому нет оправданий, она взяла печенье со стола, осунула собачке. И вдруг дети начинают орать, кричать, плакать, рыдать. Мы их пытаемся успокоить. Я не понял, в чем дело, я это понял только потом. Потому что нельзя, запрет, табу. Собака должна есть корм и спаночки. Сейчас, на 30 секунд прервемся, извини. В эфире выпуск региональных новостей. В студии Илья Львов. Здравствуйте, спонсор выпуска ООО «Эскадра», официальный дилер автомобилей «Шкода» в Ростове-на-Дону, проспект Шолохова, 237, телефон 306-75-75. Освоение областного бюджета станет еще более прозрачным. Контролировать государственные деньги надзорные органы смогут, начиная с подписания контрактных документов и вплоть до приема завершенной работы. Это стало возможным благодаря поправкам в 44-м федеральном законе о контрактной системе. После вступления в силу нововведений у контрольных органов появится обязательство сверять все данные документов на сайте закупки.ру. Изменения в областной закон о бюджетном процессе рассмотрят на ближайшем заседании парламентариев 20 февраля. В Ростовской области в ходе празднования Года культуры пройдет более 100 крупных фестивалей, конкурсов, праздников и выставок, связанных с казачьей культурой. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Гуськов. Особо он отметил народный фольклорный праздник Масленица, фестиваль «Нет вольнее Дона Тихова» в Оксайском районе, фестиваль казачьей песни, песни над Чиром в станице Боковской. Впервые из областного бюджета будет профинансирован ставший международным фестиваль «Покрова на Дону». Также в Дни славянской письменности и культуры состоится концерт хоровых коллективов. Он пройдет 24 мая на Соборной площади Ростова-на-Дону. На Самбэкских высотах возле Таганрога планируется создать новый музейный комплекс. В нынешнем году будет изготовлена проектно-сметная документация и начнутся строительно-монтажные работы. Также в нынешнем году запланирован ремонт 57 памятников и воинских мемориалов в 18 муниципалитетах области. Значительным событием за последние годы станет открытие здания Волгодонского эколого-исторического музея площадью более 3000 квадратных метров. Это крупнейший музейный комплекс в области. Кроме того, будет проведена реставрация ростовского театра драмы имени Максима Горького. Эти и другие новости доступны на нашем сайте yukradio.fm. В студии был Илья Львов, спонсор выпуска ООО «Эскадра», официальный дилер автомобилей «Шкода» в Ростове-на-Дону. Проспект Шолохова, 237, телефон 306-75-75. Реклама. Автоцентр «Эскадра» приглашает вас на премьеру нового кроссовера «Шкода Йетти». Сделайте выбор в пользу продвинутого горожанина «Шкода Йетти» или опытного путешественника «Шкода Йетти Аутдор». С 8 февраля новый «Шкода Йетти» ждет вас в салоне официального дилера «Эскадра» на Шолохова, 237. Подробности по телефону 306-75-75. Погода на маяке. Спонсор выпуска ООО «Магистрат» – генеральный риэлтор жилого комплекса «Акварель». Жилой комплекс «Акварель» – комфортная жизнь рядом с центром. Сегодня ночью в Ростове будет облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, ветер восточный 2,5 м в секунду. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Завтра днем до 6 тепла, облачно с прояснениями и без осадков. Данные о погоде предоставлены центром ФОБОС. Реклама. Отсоздатели Левенцовки. Мы построили 18 домов и сдали их точно в срок. В новом жилом комплексе «Акварель» рядом с Текучевским мостом. Мы построили 8 этажей. И сейчас цена двухкомнатной квартиры – всего 2 миллиона 420 тысяч рублей. Телефон отдела продаж. 300 ровно 8080. Проектная декларация на сайте магистрат-дон.ру Реклама. Жилой комплекс «Суворовский» уже ждет своих первых новоселов и предлагает квартиры по цене от 37 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 240-18-88. Телефон отдела продаж в Ростове. 2-559-009. Прямо сейчас. Актуальные новости с ростовских дорог на маяке. Доброго вечера. Мы желаем всем водителям. Посмотрим, какая ситуация в эти минуты сложилась на ростовских дорогах. Спонсор выпуска – Тойота-Центр. Ростов-на-Дону-Юг. Намеченникова 112А ООО «Трейд Моторс». Итак, сейчас общая длина заторов в Донской столице составляет 70 километров. Дорожная ситуация оценивается в 7 баллов. Самая длинная пробка на Красноармейской от Крепостного до Халтуринского. Машины здесь двигаются со средней скоростью 4 километра в час. Чтобы там проехать, понадобится примерно 40 минут. Также пробки на Варфоломеево от Гвардейского до Чехова и на Текучево от Журавлева до ЦГБ. Большое скопление машин в центре. Помимо этого, на Будюновском от Лермонтовской до Береговой и на Нагибино от ЦГБ до Нариманово. Проблема с движением наблюдается сейчас также на Нансене от Стадиона до Нагибино и по Закруткино от Площади Свободы до Первой линии. ДТП к этому часу произошли на Будюновском с Красноармейской, на Будюновском с Черепахино, на Лермонтовской с Ворошиловским и на Площади 5-го Донского корпуса. Информация о ситуации на дорогах Донской столицы предоставлена аналитическим центром Яндекс.Пробки. Реклама. Хотите купить автомобиль в кредит? Вот пользуйтесь привлекательными условиями кредитования от ЗАО «Тойота Банк». На покупку новых автомобилей «Тойота», а также автомобилей с пробегом в салоне официального дилера «Тойота Центр Ростов-на-Дону-Юг» на Мечниково 112А. Подробности по телефону 242-90-00. Кредитование осуществляется ЗАО «Тойота Банк». Лицензия «Банка России» номер 3470, 21 июня 2007 года. Каждый будний день. Актуальная информация с ростовских дорог в прямом эфире. На маяке. Моем. Говорит и показывает.